Друзья, всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале Школы Здоровья. Я Наталья Кондакова, нутрициолог, доктор натуропатии. Сегодня хочу поговорить с вами о связи здоровья ваших суставов с оттоком желчи. Когда мне приходят на консультации пациенты, у которых есть ревматоидный артрит, у которых есть артрозы, у которых есть хруст в коленях, псориатический артрит, просто псориаз, болезнь Бехтерева, я всегда обращаю их внимание на регулирование оттока желчи. Потому что болезни суставов и отток желчи очень тесно связаны между собой. Для того, чтобы это понять, я хочу рассказать вам, что же такое желчь, где она производится и для чего она в организме нужна. Желчь у нас с вами производится в гипотоцитах, это клеточки печени. Дальше желчь попадает в желчный пузырь, там она скапливается. И когда мы с вами начинаем кушать, она отделяется в 12-перстную кишку. И что же она делает для нас такого важного? Она эмульгирует жиры для того, чтобы они усвоились нашим организмом. Желчь является природным сонатором. Она обеззараживает наш кишечник от грибов, от паразитов, от лишних патогенных бактерий. Когда желчь активирует липазу, это фермент поджелудочной железы, то жиры начинают усваиваться. И жиры нам с вами нужны для того, чтобы образовались нужные нам гормоны. И жиры нам нужны для того, чтобы у нас правильно образовывалась симвиальная жидкость. Это та жидкость, которая находится в суставах и смазывает суставы для того, чтобы они были подвижными, эластичными и не было никакого воспаления в суставах. И если у нас с вами плохо отходит желчь, у нас плохо эмульгируются жиры, они плохо усваиваются и всасываются, симвиальной жидкости у нас становится меньше. И суставы начинают истираться между собой. Впоследствии образуется артроз или артрит, когда суставы воспаляются. Хруст суставов – это начальная стадия, когда они начинают истираться. Поэтому вы видите, насколько нам важно заниматься оттоком желчи, качеством желчи для того, чтобы все наши суставы были здоровы. И сегодня я хочу вам рассказать, как правильно заниматься оттоком желчи. Первое, с чего нам нужно начать, это сделать УЗИ, для того, чтобы понять, есть ли у вас камни, что у вас с желчным пузырем, как он себя чувствует. Потому что если камни, например, есть, то сильно желчегонить будет нельзя, потому что камни могут застрять в желчных протоках и можно попасть в больницу. Поэтому наша задача – первым этапом сделать ультразвук, исключить наличие камней, либо подтвердить их присутствие. Тогда стратегия будет немножечко другой, то есть мы не будем здесь использовать агрессивные желчегонные. Посмотреть, нет ли полипов. С полипами желчным тоже можно работать. Посмотреть, нет ли загибов, нет ли дискинезии, утолщения стенки, воспаление желчного пузыря и начать работу с желчным пузырем. На самом деле, у большинства людей есть проблемы с оттоком желчи, потому что у нас с вами много стрессов, у нас много сидячего образа жизни, у нас много пищи, которая содержит красители и консерванты, у нас мало полезных жиров в рационе, поэтому у каждого человека, начиная с маленького возраста, уже начинаются проблемы с оттоком желчи. Прежде чем начать отток желчи, мы с вами должны улучшить качество желчи. Как это сделать? Что влияет на качество желчи? На качество желчи влияет присутствие в нашем организме нескольких аминокислот. Первая аминокислота – это таурин, вторая аминокислота – это глицин. Также на качество желчи могут повлиять фосфолипиды, это нам всем известный лецитин, и урсодезоксихолевая кислота. В аптеках мы знаем ее под названием урсосан. Итак, вот эти препараты будут влиять на качество и текучесть желчи. После того, как мы улучшили качество и текучесть желчи, мы с вами можем приступать к желчооттоку. Но не торопитесь пить желчегонные препараты. Отток желчи мы с вами можем улучшить достаточно простыми способами. Первый способ – это питье горячей воды. Утром, когда вы проснулись, выпиваете стакан горячей воды, которая не обжигает ваш рот, она комфортна для питья. Дальше между едой, между приемами пищи, выпиваете горячую воду, идеально, если это будет за 30 минут до начала приема пищи, стакан или полстакана горячей воды. Потому что горячая вода расслабляет кишечник, улучшает моторику и расслабляется в интерподе и способствует отхождению желчи. Что еще мы можем сделать, для того, чтобы улучшить отток желчи? Мы с вами можем делать упражнение. Идеально, когда вы попили горячей водички, сделать пару раз упражнение наклоны, прокрутить область брюшной полости в разные стороны и сделать упражнение из йоги собака морды вниз. Вы уже улучшите отток желчи. Если все равно приходится прибегать к каким-то нутрицептикам для улучшения оттока желчи, будьте, пожалуйста, внимательны при приеме желчегонных средств. Потому что иногда, если у вас есть гиперсократимый желчный пузырь, то много желчи сразу может поступать в кишечник. И если есть кишечники, воспаление и отечность, то может случиться заброс желчи в желудок и в пищевод. И вы будете чувствовать чувство горечи, сжогу и будет очень неприятно. Поэтому с желчегонными нутриентами будьте очень аккуратны, принимайте их осторожно, начинайте с небольших доз для того, чтобы посмотреть, как ваш организм реагирует на желчегонные препараты. Желчегонных препаратов нутрицептических достаточно много. Это и расторопшие, это и артишок, это и берберин. Какой из них принимать вам, это нужно определиться с нутрициологом, либо подобрать самостоятельно. Но, как я уже говорила, иногда желчегонные препараты нам вовсе даже и не нужны, потому что достаточно того, что мы будем делать упражнения, пить горячую воду. Что касается приемов пищи, что должна содержать в себе тарелка? Она обязательно должна содержать правильные, здоровые, полезные жиры. Что такое правильные, здоровые, полезные жиры? Это сливочное масло, это животные жиры, которые содержатся в мясе, это жиры, которые мы получаем из растений, но они не должны быть рафинированы. Они должны быть чистые жиры холодного отжима. Это могут быть такие фрукты, как авокадо, он достаточно жирный, это тоже является полезным жиром. То есть в вашем рационе должны быть полезные жиры. Каких жиров не должно быть в вашем рационе? Это трансжиры, которые подверглись термической обработке, обработке химическими веществами, для того, чтобы из них удалился запах, для того, чтобы они дольше хранились. Это все рафинированные масла, это растительные жиры, это молочный жир, вот это все, это пальмовое масло тоже обработанное, это все трансжиры. Это жиры бесполезны для нашего организма, они не будут приносить нам пользу для того, чтобы образовывать ту же самую синвяльную жидкость в суставах. То есть они пустые, они нам не нужны, из них не смогут образовываться гормоны, поэтому обращайте внимание, какие жиры у вас находятся в тарелке. И если вы наладите отток желчи, наладите качество желчи, и вы с удивлением обнаружите, что через какое-то время у вас ушли хруст в суставах, боли в суставах, вам стало гораздо легче по суставам, у вас улучшилась подвижность в суставах, хотя вы работали с желчью. Поэтому обязательно обращайте внимание на отток желчи и качество вашей желчи. А мы с вами увидимся на моем канале. До новых встреч!